Израиль за неделю на народной волне Но перед этим я хотела бы рассказать о Дне Иерусалима, который состоялся вчера День Иерусалима приурочен к освобождению Иерусалима в шестидневной войне Он приходится на 28 яра, а шестидневная война, напомню, по еврейскому календарю началась 26 яра По нашему календарю, которым мы каждый день пользуемся, это приходится на 5 июня То есть эта годовщина еще только впереди Но вот еврейский календарь немножечко опережает И вчера праздновался День Иерусалима очень торжественно, как все последние годы Многие использовали День Иерусалима для того, чтобы подняться на Храмовую гору и помолиться там Был зафиксирован такой очередной рекорд На Храмовую гору за день поднялось более 1100 евреев для того, чтобы пройти там Может быть помолиться про себя, потому что вслух там молиться не разрешается евреям И кроме того, есть традиционная вещь, марш с флагами На иврите она называется реку Тгалим Когда колонна с израильскими флагами торжественно проходит по восточному Иерусалиму От парка независимости к стене плача И этим, так сказать, подчеркивается, что Иерусалим един Что и в той его части, где живут в основном арабы Все равно это часть еврейская, часть объединенная Объединенного Иерусалима под израильским суверенитетом Вот раз в год проходят такие парады Ну, конечно, леваки не упустили момента и пожаловались в богатство Говоря, что это очень мешает жителям Вот нельзя ли это как-то отменить Но богатство решил не лезть на рожон И как раз марш с флагами разрешил А тех, кто подавал против этого, заставило платить судебные издержки Думаю, что не последним соображением было Что если отменят вот такой марш То это будет рассматриваться как прецедент И уже правые организации смогут настоять на том Чтобы отменить будущий гомосексуальный парад в Иерусалиме Который намечен на 6 июня И который давно не нравится жителям Иерусалима Но при попытке его отменить Опять же вступается богатство и заставляет Даже мэра, да Мэра Иерусалима, который не очень хотел в этом участвовать Тогда он был оштрафован Когда он попытался не то, чтобы запретить А просто не участвовать, не выделять на этот парад гомосексуалистов Не выделять средств И богатство его тогда оштрафовал В общем, богатство пока что не препятствовал маршу И марш состоялся Многие жители просто приехали в Иерусалим Для того, чтобы пойти в музей Прогуляться по улицам Было сделано очень много всяких вот таких общественных мероприятий Но напомню, день Иерусалима не считается выходным Поэтому кто не смог, тот вынужден был работать как обычно Как всегда, арабы не упустили шанса И решили использовать израильские праздники Израильские радостные годовщины В качестве такой тени Помните сказку, очень симпатичную сказку Евгения Шварца про тень Где необходимо было сказать Тень, знай свое место А то она бы просто уничтожила своего хозяина Вот так и арабы не упускают случая Сделать какое-нибудь такое теневое мероприятие израильских праздников В прошлый раз я вам рассказывала о нагбе Когда мы, израильтяне, отмечаем день независимости Израиля Когда Израиль начал войну за свое существование, за независимость Когда Израиль был объявлен суверенным государством А арабы отмечают этот день как будто это какая-то катастрофа Как будто их при этом всячески обижали и так далее Точно так же они в последнее время навострились И отмечать день Иерусалима как негативный праздник И устраивают всякие подстрекательские марши по всему миру И к ним присоединяются некоторые левые евреи С лозунгами прекратить оккупацию, еще что-то Но это настолько все смехотворно Что в общем не вызывает какой-то озабоченности Просто хотела отметить Что у них не хватает вообще фантазии выдвинуть что-то свое И поэтому они всегда берут еврейскую дату и переворачивают ее Ну и конечно отметила день Иерусалима и европейское сообщество Вынесли очередную резолюцию Что дома которые решено построить в Иерусалиме Что поскольку они будут в его восточной части То это оккупация, это поселение, это угроза миру и так далее В общем тоже ничего нового и интересного Хорошо, собаки лают, караван идет, как говорится Ну и прежде чем перейти к нашей главной новости Когда мы празднуем Армия по-прежнему вынуждена стоять на страже На страже нашей независимости, на страже нашей безопасности И вчера и позавчера нашей армии Цаалю пришлось отбомбиться по Сирии Потому что вчера из Сирии к нам прилетел такой подарок в виде двух ракет Они упали на Голланах Ромата Голлан, Голландские высоты Жертв нет, но одна из них повредила фуникулер Фуникулер для горных лыж, которые действуют зимой Но Израиль, так сказать, хорошо отбомбился И вчера отбомбился по ПВО По позициям сирийским А сегодня Израиль в районе Хомса разбомбил склады и укрепления Ксир Это стражи исламской революции И делал это уже не тайно, как раньше Вот откуда-то какие-то самолеты прилетели, что-то разбомбили А Нетаньягу объявил, что мы будем всячески защищать свою безопасность Не позволим никому угрожать И будем бомбить там и тогда, когда считаем нужным Когда считаем, что есть для нас угроза И, по-видимому, эти вылеты прошли очень успешно Потому что исламские источники сообщают о многих убитых О разрушенных позициях, разрушенных складах Так что, по-видимому, израильские самолеты свое задание выполнили хорошо Сергей, не хотите объявить телефон? Да, обязательно 847-400-5200 Телефон в нашей студии Если у вас будут вопросы к нашему корреспонденту Пожалуйста, звоните и задавайте Ася, давайте мы, наверное, сделаем перерыв небольшой Буквально на несколько минут После чего вернемся и продолжим Возвращаемся к беседе с нашим израильским корреспондентом Ася Энтовой Телефон в студии по-прежнему 847-400-5200 И давайте попробуем принять первый звонок Добрый день, пожалуйста, вы в эфире Добрый день Ася, я, наверное, открою вам Америку Что сейчас два государства в мире имеют президента и премьер-министра евреев Как в Израиле относятся к новому президенту Украины Селинскому? Какие мнения имеют израильтяне? И лично ваше мнение Стоило ли ему идти на президента Украины в государстве Где есть проспект Степана Дендера, Шухевича и так далее? То есть тех людей, которые уничтожали евреев Спасибо за ответ Понятно Вы знаете, в Израиле у различных людей различные мнения Нетаньягу, конечно, поздравил Зеленского с избранием Многим приятно, что вот есть государство, где глава евреи Многие ему симпатизируют, потому что действительно он делает вещи какие-то нетривиальные То, что пообещал, то и делает А это, в общем, скорее исключение, чем правило Но есть и такое опасение, что вот, знаете, такое голубное настроение Вот зачем никогда глава государства не выходит, чтобы все им были довольны Обязательно найдутся недовольны Скажут, что вот евреи там Украину разграбили Или там евреи во всем виноваты Или еще что-то То есть такие опасения тоже есть Есть настроения самые разные Я не очень следила, не очень знаю Зеленского Судя по тому, что пишет пресса Вроде действительно он хочет как-то выправить ситуацию на Украине Ввести свободную экономику Ну, посмотрим, поживем, увидим Сергей? Спасибо 847-400-5200 Телефон нашей студии Если будут вопросы, пожалуйста, звоните Я сразу дам знать о том, что есть звонок А пока давайте вернемся к событиям в Израиле Выбор Выборы у нас в этом 2019 году Опять будут выборы Значит, 29 мая стало понятно, что коалиции не будет Правительство не будет Нитаниягу распускает КНЕСЭТ И были объявлены очередные перевыборы Уже назначенные на 17 сентября То есть получается, что у нас в этом году будут выборы Вот были выборы в апреле, а теперь будут в сентябре Это, в общем, первый раз за историю Израиля Да, у нас были очень короткие каденции Год с небольшим Барак, например, продержался всего год Потому что все были крайне недовольны его правлением С одной стороны его выбрали левые, которые хотели от него, чтобы Израиль делал уступки А Барак начал делать это слишком резко И сразу предложил Арафату все Иерусалим, и там почти всю территорию Иудеи и Самарии Вот так вот, знаете, как такой военный Мужлан решил рубить сразу А чего уж там потихоньку отступать Пусть Арафат берет все Естественно, Арафат от всего отказался А израильтяне, естественно, даже умеренно левой Были абсолютно не готовы к тому, что Израиль разделит Иерусалим Отдаст арабам большую часть Иудеи и Самарии И Барак через год уже, его никто не хотел терпеть Но все-таки прошел год, да, и все-таки была сформирована коалиция Все-таки немножечко он правил А тут у нас нет коалиции, нет правительства Министры от старого правительства Такие, как Беннет Вишакет Уволены уже, потому что они не вошли в Новый Кнессет Кто будут новыми министрами, непонятно Напомню, что они были министрами образования Министр юстиции Кто будет назначен на эти должности, пока непонятно Но в любом случае это все на ближайшие месяцы А после 17 сентября опять будет сформирована новая коалиция Опять портфели министров будут распределены по-новому Выборов никто не хотел, я сказала Но это было неточное выражение Потому что, по-видимому, Либерман их действительно хотел Он пытается сделать, как говорят, хорошую мину при плохой игре То есть он пытался сказать, что да, конечно, он прав Его партия правая, он правый Он хочет правую коалицию, он хочет Нитаниягу в качестве премьера Но вот он не может поступиться принципами Ну, для того, чтобы вам было понятно, какими принципами он не может поступиться Он все время наращивал количество требуемых министерств Напомню, что его партия практически самая маленькая В Кнессете всего пять мандатов Он требовал для себя пять или министерств, или замминистерств Но для наружу, так сказать, для общей пропаганды Он выдвигал требование, что вот мы против того, чтобы ультраортодоксы не служили в армии Но это требование было абсолютно демагогическим Потому что ультраортодоксы, во-первых, это много разных групп Там есть самые-самые разные группы И, например, хабадники, они давно и прочно служат в армии Потому что Любавичевский рэбэ еще в 1967 году призвал всех хабадников защищать Эр-Цесраэль Есть учлящиеся Ешиф, которые в армии действительно не служат Но у нас учащиеся университетов тоже в армии не служат Они тоже дают отсрочку для учебы в университете И надо сказать, что процесс интеграции ультраортодоксов в израильское общество Он идет успешно И все больше и больше ультраортодоксов, или как называют, харидим Не путайте, пожалуйста, с религиозными сионистами или вязанными кипами То есть тоже людьми религиозными, но просто ортодоксами Которые все поголовно служат в гораздо большем проценте, чем светские И которые не просто служат где-то в армейском радио или на каких-то курсах А именно идут в боевые части Так вот, ультраортодоксы действительно настаивают на том Чтобы учащихся ешив, которые занимаются торой, не призывали в армию И по этому поводу с самого начала, с 1948 года С Бен-Гурионом у них было достигнуто соглашение о статус-кво То есть определенное количество учащихся ешив от армии освобождается Но с тех пор, конечно, и количество ультраортодоксов выросло И количество ешив выросло И количество освобождающихся от армии выросло И нужно было как-то эту ситуацию привести в порядок И вот был предложен закон, по которому правительство будет определять каждый год Сколько ультраортодоксов оно хочет освободить от армии Потому что и у армии есть свои проблемы Ей не нужны люди не спортивные Или люди, обремененные семьей Которым нужно платить достаточно большие деньги Потому что некоторые из ультраортодоксов рано женятся У них появляются дети Это нагрузка на социальное страхование Когда человек становится солдатом, государство содержит его семью Ну, как правило, большинство еще не женаты в 18 лет Но вот среди ультраортодоксов это бывает Значит, ультраортодоксов были готовы идти на компромисс Все больше их число хочет служить в армии Дело в том, что тот, кто из ультраортодоксов Кто освобожден от армии, потому что он занимается второй В свою очередь он не может зарабатывать И это очень связывает ультраортодоксов Они не могут свободно зарабатывать Вынуждены сидеть на пособии Раз они не прошли армию И, в общем, их такая ситуация тоже не устраивает Они не хотят зависеть только от руководителей Шивы Который хочет дать им, даст им какую-то стипендию Не хочет, не даст Они хотят быть самостоятельными И они все больше стремятся служить в армии И после этого спокойно зарабатывать И действительно цифры показывают Что число ультраортодоксов, не служащих в армии, растет Кроме того, против статистики не пойдешь У нас где-то 55% молодых людей призывного возраста Действительно идут в армию А еще 45% освобождаются по тем или иным причинам Поскольку у ультраортодоксов у нас всего 10% То сообразите, что остальные это, скорее всего, светские Поскольку просто религиозные люди Как я вам уже сказала, они все стремятся в армию А девушки их стремятся в альтернативную службу Так что не служащих в армии ультраортодоксов Ну никак не больше, чем не служащих в армии леваков Так вот, это все демагогия Действительно, необходимо упорядочить освобождение от армии Для ультраортодоксов Но закон об этом Ультраортодоксы были готовы на этот закон Который говорил, что вот каждый год квоты будут пересматриваться Так сказать, какое-то количество будет освобождаться В зависимости от потребности армии Ультраортодоксы были на это готовы Но Либерман пошел на все Крича, что вот мы этим религиозным покажем Ну понимаете, дальше в ход шли все обвинения Каким антисемиты во всем мире обвиняют евреев Что они не работают Что они живут на нашей налоге Что они не служат в армии Что они там паразиты на здоровом теле И так далее Слушать все это было очень неприятно К сожалению, в Израиле среди репатриантов А все это произносилось на русском языке Среди репатриантов находятся люди Которые клюют на эту пропаганду На еврите не читают Настоящих цифр не знают И клюют на эту пропаганду И говорят, вот Либерман Он покажет этим досам, этим пингвинам Их еще обзывают пингвинами За то, что они в белых рубашках И черных лапсердаках Ну и еще всякие обидные прозвища Понимаете, раздразнить избирателя Против кого дружим Знаете, старое выражение Раздразнить его Сказать, что вот, нас обижают Вот мы им покажем Это может быть хороший пиар-ход На недолгое время Но в общем В общем, разумных людей Такая вот моральная нечистоплотность Очень отталкивает Тем более, что фактически Либерман никак не способствовал Призыву ультра-ортодокса в армию Или к какому-то другому Исправлению ситуации А только заставил страну Выкинуть лишние миллиарды На новые выборы Ну, цифры колеблются Говорят, что чисто Чисто сами выборы Вот обустройство выборов Избирательные пункты, повестки Там вся эта организация Это будет где-то в районе миллиарда Но для страны Есть очень много косвенных убытков В связи с этим Значит, нужно будет потом Оплачивать партиям Которые прошли Избирательные расходы Нужно будет ввести выходной день И все частные фирмы Вынуждены будут потерять Своих работников на один выходной день Ну, и так далее И так далее То есть косвенные расходы Которые понесет страна Даже чисто экономические Уже составят несколько миллиардов Ну, просто для сравнения На эти деньги Вполне можно было бы Существенно увеличить Пенсии для новых репатриантов Либерман обещал это Он кричал, что это принципиально Без этого он не войдет в коалицию Обязательно увеличить Новым репатриантам пенсии Приходится увеличивать пенсии Потому что новые репатрианты Приехавшие где-то в возрасте под 40 Не успели сделать накопительные фонды Для пенсии И получают В общем Пособие по прожиточному минимуму Когда выходят на пенсию Не успев себе пенсию заработать Значит, вот Вот эти деньги Которые страна тратит На лишние выборы На эти деньги Либерман вполне мог Выполнить свои обязательства По увеличению пенсии Но Значит Почему Либерман пошел на это Почему он Так сказать Демагогически говорил О принципах А на самом деле Сделал все Чтобы только не входить В коалицию Тут существует Очень много разных Разных вариантов Ну Во-первых Во-первых Обсуждается Знаете что Я думаю Давайте мы Наверное остановимся Потому что Рассуждать на тему О том Что послужило Мотивацией Либермана Нужно очень долго Да Поэтому мы вернемся К этому вопросу Наверное уже После того Как прослушаем Рекламное объявление Так Так будет правильно Возвращаемся к беседе С нашим израильским Корреспондентом Асиэнтов И телефон Студии По-прежнему 847-400-5200 И добрый день Не дождались Перезвоните 847-400-5200 Пока продолжим Продолжим Ну Можно долго обсуждать Что же подвигло Либермана На это Но Несомненно Только одно Что В общем Были готовы Выполнить Все его разумные Требования Другие партии Были готовы Пойти на компромисс По-видимому Он заранее решил Что он Торпедирует Создание Коалиции Аси давайте Примем звонок А потом вернемся К Либерману Добрый день Пожалуйста В эфире Да пожалуйста Здравствуйте 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 Ася Говорит Алекс Из Ашкелона Израиль Здравствуйте Здравствуйте Из-за разницы Времени Иногда Не удается Впрямую Послушать Ваши передачи Сергей И Я вот В основном Слушаю По архиву Вас И в пятницу Я вот Выступал Александр Непомнящий И Знаете Он все-таки Член Ликуда Член Центра Ликуда И конечно Его Инспритация И То что Он рассказал О Либермане Я бы сказал Так Немножко Не вся правда Или Полуправда Я понимаю Что Членам Ликуда Обидно Что Казалось бы Выигранные Выборы Закончили Я не член Ликуда Я член Партии Изиут Партии Я знаю Я знаю Я не права Я именно Про то что Хорошо То есть Александр Вы не согласны С Александром Непомнящим Я понял Давайте тогда Попробуем Все-таки В пятницу Вы ему Непосредственно Зададите вопрос Потому что Ася за Александра Хотя они знакомы Но я не думаю Я просто хотел бы Я очень уважаю Александра Я просто хотел бы Я его знаю Лично И я Голосую За него С 99-го года И Я могу тоже сказать Как бы За защиту За Потому что Слишком много На него Сейчас Наговаривают И делают За него Просто монстра Хотя это не так Ну Возможно Это вы говорите Про Либермана Ну Смотрите Никто из него Не делает монстра Но факт Что из-за него Амстра Идет На новые перевыборы Спустя всего Три месяца После После предыдущих Это Медицинский факт Тут с этим Не поспоришь И С таких соображений Он это делает Тут могут быть Самые разные Самые разные Трактовки Пожалуйста Предлагайте Свою Я вам скажу Во первых Либерман Вообще Ситуация Которая Сложилась Она Очень была Пограниченная Потому что 60 голосов Которые были Без Либермана Из них 21 голос Принадлежал Партии Ультра Ортодоксам Которые могли С какого перепуга Один голос Вы считаете Он был Из-за Уголовных Преследований Которые Как и Трампа Были Высосаны Можно сказать Из пальца Они его Загнали В угол И поэтому Он Вынужден Это одна Из версий Что Либерман Если можно Я отвечу Сразу Александр Позвольте Асе Ответить Значит Поскольку В окружении Либермана Многие Его Сподвижники Сидят За Коррупцию То Одна Из версий Что Либерман Пригрозили Какими-то Так сказать Открытием Дела В случае Если Он Войдет В правую Коалицию Дело В том Что Коалиция Которая Должна Быть Сформирована Она Собиралась Вплотную Заняться Судебным Активизмом И уменьшить Возможности Богатца Отрицать И накладывать Вето На решения Народных Избранников На Законы Кнессета Да Сегодня у нас Богат запросто Может Отменить закон Кнессета Послать его На пересмотр Сказав Что это закон Недостаточно Демократичный Значит Вот Одна из версий Не знаю Насколько Она правильная Так сказать Это я только Пересказываю Это не моя версия Что Либерману Угрожали Тем Что На него Заведут Дело Если Он Не Подыграет Верховному Суду Чтобы Оттянуть Создание Коалиции Которая Была Готова Заняться Судом Как следует И сделать Так Чтобы У нас Суд Занимался Только Своей Своей Деятельностью И не Залезал В области Чужие В другие Ветви Власти Такие Как Законодательная Исполнительная Вот Один из вариантов Кроме того То что я не успела сказать Очень жалко Очень жалко Что у нас Полгода Уходит в пустую Каденция Трампа Это Кончается И Непонятно Что будет Дальше А никто Кроме Трампа Так хорошо К Израилю Не относился И не было Таких Хороших Шансов На то Чтобы мы Покончили С этим Наследием Договора Осло И Наладили Какие-то Так сказать Нормальные Нормальные Существования Может быть Распространили Суверенитет На Иудею Самарию Во всяком случае Ликвидировали Террористическое Образование Такое как Хамас В Газии И Бандитская Палестинская Автономия На это Были большие Шансы Трамп Предлагал Какие-то Пути Этого Урегулирования Сейчас Опять у нас Нет правительства И поэтому Сделка века Опять откладывается Возможно Мы теряем Какие-то Хорошие шансы На урегулирование То есть Вот Этими Перевыборами Хотя Я Например Лично В принципе Должна бы радоваться Я член партии Зеут Зеут В Кнесет Не прошел Поскольку Будут скоро Перевыборы И Возможно С большой Вероятностью Партия Зеут Объединится С партией Новые правые То есть Партией Беннета И Шакет И пойдет На выборы Единым блоком Напомню Что партия Новые правые И партия Зеут Феглина Набрали Почти По 4 Значит Им чуть-чуть Не хватило До электорального Барьера Четырех Мандатов Значит Вместе Четыре Без чего-то Четыре Без чего-то Значит Получится Семь мандатов Это дополнительные Семь правых Мандатов Это депутаты От Зеут В Кнесете То есть Я в принципе Должна бы быть Заинтересована В этих новых выборах Но я говорю о том Что для всей страны В общем В таком Нестабильной ситуации Мало хорошего Кстати Ваш президент Трамп Тоже очень Отрицательно Отнесся К тому что Коалиция не сформирована Что в Израиле Происходят Перманентные выборы Ася Давайте попробуем Принять еще звонок Добрый день Пожалуйста В эфир Здравствуйте У меня несколько вопросов Но я начну с самого главного Вот как вы думаете В связи с тем Что ваша партия Не прошла В Кнесет Партия Беннета Не прошла В Кнесет Может быть Стоит На эти выборы Этим Двум партиям Объединиться Как бы И чтобы не терять Я только что Я об этом сказала Что уже идут переговоры Фейглин Уже встречался с Беннетом Уже идут переговоры По-моему до 1 августа Можно формировать списки То есть до 1 августа Есть время И переговоры идут И с Беннетом Партия Новые правые И с объединенным правым списком То есть партии Смотрича И бывшая Мавдаль То есть сейчас идут переговоры Об объединении правых партий Как в результате Они объединятся Это мы увидим Не позднее 1 августа Но все про это думают Все этого хотят Вы знаете Я еще хотела сказать Что очень удивительно Но у меня эта мысль Возникала Ну вот только сейчас Буквально там Пока вышла ваша передача Возникла насчет Блибермана Что он пошел на сговор Но у меня не было Такой конкретной мысли Насчет суда А просто с левыми С какими-то Потому что Его в принципе да Его шантажировали Все время Какие-то дела Против него возникали Возможно Они бы имели Какое-то основание Возможно нет Но он Для того Чтобы его оставили в покое И дали возможность Существовать Так сказать В политическом пространстве Он пошел на сговор Что он будет все время Мешать Натаниеху Избираться Проводить его политику И так далее Его поведение Как бы вызывает Такие мысли А то что Вот этот Слушатель сказал Что он его знает Как он может знать Человека Который находится На совершенно другой стороне Через океан Если даже он его знает Как-то Столько много Из-за Шкелона Из-за Шкелона Из-за Шкелона Или из-за Шкелона Он возможно был знаком С Либерманом Я тоже лично была знакома С Либерманом То что лично знает Относилось К Александру Не помнющему Я не очень поняла Но действительно Есть много Разных версий О том Почему Либерман Торпедировал Создание правой коалиции Вот вы Азвучка еще Еще хотела Знаете Сказать Ну это Ну как бы Ну и с другой стороны Но это Относится К первому звонящему Он заявил Что Бандера Ишухевич Уничтожали евреев Я знаю Как бы информацию Из первых Уст Потому что Моя соседка Находилась На западной Украине Сразу после войны Ее мама Отправила к отцу Потому что Было очень голодно В Одессе Так она говорит Было очень страшно Убивали людей Но убивали Не по национальному признаку А по Тому Как Кто служил Советской власти То есть Это Если вы помните Фильм Никто не хотел умирать То же самое было В Прибалтике Поэтому Я не специалист В этой теме Я не историк Я не специалист Я Ничего добавить К тому что Публикуется в прессе Не могу И в Израиле Опять же Есть самые Разные версии По этому поводу Так что тут Я Я не судья И Ну Как говорится Мы конечно Этот вопрос Здесь не решим Но нельзя Так огульно Все Обвинять Спасибо большое Извините Что время отняло Спасибо До свидания У нас Остается Буквально Пару минут Не больше Я еще раз Хочу подчеркнуть Что возможно Будут Изменены Списки Многих Партий Партия Авода Думает О том Чтобы объединиться С партией Мерец Или наоборот Чтобы выбрать Какого-то Председателя Более престижного Потому что Партия Авода Просто скатилась На минимум С создания Государства Израиль Партия Авода Не получала Меньше Мандатов Чем сейчас Тоже они думают Поменять Председателя Или объединиться С партией Мерец Или еще что-то Сделать Правые Думают Об объединении И как я уже Сказала Председатель Партии Зеут Маши Фейглин Встречался С председателем Партии Новые правые Беннетом И они обсуждают Вопрос Объединения Кроме того Фейглин призвал Все правые Партии Говорит Давайте мы Устроим Открытый Праймерис То есть Чтобы все Граждане Израиля Могли голосовать И сформировали Сами Вот такой Правый Список Из всех Списков Правых Партий Тоже Интересное Предложение Но боюсь Что на него Вряд ли Кто-то Пойдет Значит Увидим Какие Списки Будут Поданы В самой Партии Зеут По-видимому Не будет Новых Праймерис В Ликуде Тоже По-видимому Список Останется Без Изменений Ну Присоединиться Скорее Всего Присоединиться Партия Кахлана Обсуждался Вопрос А что Будет Если Аелит Шакет Захочет Вернуться В Ликуд Но Так сказать Тут И Аелит Шакет Не захотела И Нитаниягу Не очень Захотела Значит Этот Вопрос Снимается С повестки Дня По-видимому Аелит Шакет Останется С Беннетом У нее В общем Очень хорошая Очень высокая Популярность Возможно Даже выше Чем у Беннета И Ей Очень Симпатизируют Ну И пока Остается Открытым Вопрос А кто Займет Министерство Юстиции Которое Освободил Аелит Шакет Юрий Влевин Который Претендовал На это Министерство Говорит Что он Хочет Стать Министром Не на Три Месяца А На Целую Каденцию Он Не хочет Пока Этим Заниматься А Смотрич От Объединенного Правого Списка Как раз Очень Заинтересован В этом Последствии Мы продолжим В следующий раз О том Как будет В следующий раз Мы продолжим Об этом И одно Просто Грустное Сообщение Скончался Последний Из Организаторов Восстания В лагере Уничтожения Собибор В возрасте 96 лет Семен Розенфельд Вот Похоронен В Израиле На кладбище С 90-го Года Он жил В Израиле Последний Из участников Замечательного Восстания В концлагере Который Увенчал Из успеха И спасло Большое Количество Евреев Отдадим Обязательно Дань памяти Спасибо До встречи В следующий раз Через неделю